Всем привет, с вами Олег Соломаха и Никита Петров, и записываем мы вторую партию из моего турнира в Луганах. Если кого-то интересует более подробная информация о турнирах и вообще о цели и о формате данных роликов, то отсылаю к началу первого видео, которое на данный момент уже должно быть выложено в группе. Кстати, в комментариях к нему попрошу ответить, сильно ли вам мешает эффект, так скажем, эффект эхо, то есть, скажем так, повторение голоса Олега в моих динамиках, то есть, такой вот эффект появился в середине первого видео, если вам сильно мешает, то, я не знаю, может, мы перезапишем это видео, но по идее все должно быть достаточно неплохо. Так что, надеюсь, что вас не сильно тебя беспокоит. Вот во втором туре я играл с человеком немного с рейтингом повыше. В целом, я не могу сказать, что он играл намного сильнее, но скорее я играл значительно хуже. И, в общем-то, в один момент был достаточно близок к поражению в цейкноте. Но обо всем по порядку. Я играл черными. Это у нас игра на Е4-Ц5. И что в первой шоу, второй партий, Сицидянг. И тут после Коин-Ц3. Это один из недостатков вот этих вот Паульсона, подобных схем, которые играют черными. Он заключается в том, что, ну, есть разные недостатки, конечно, так же, как и свои преимущества. Но один из недостатков в том, что когда белые играют Коин-Ц3, ты никогда не знаешь, что будет дальше. То есть, имеется в виду то, что белые могут после любого хода черных передумать и пройти Коин-Ц3. И пройти в открытую Сицидянгу потом. То есть, единственный способ не дать здесь белому идти в открытую Сицидянгу, но единственный нормальный способ. Это сыграть Коин-Ц6. Если белые хотят идти в открытую Сицидянгу после Коин-Ц3 у черных. Есть код Е5, он не очень популярен, но лучше своей репутацией. Наверное, позиция достаточно неплохая. Но она на любителя, потому что все-таки белые поля отдали. Выглядит, скажем так, вообще странно на первый взгляд. То есть, в чем радость у черных? Во-первых, они быстро развиваются, Коин-Ц6, Д6, слон Е6. Слабость поля Д5 особо незаметна, но и черные близки к их уравнению. Ну, во-первых, это означает, что черные уже определили Коин-Ц6. Это далеко не всем по вкусу. Например, мнение по вкусу однозначно. Ну, во-вторых, структура совершенно не похожа на Сицидянгу. Люди, играющие Сицидянгу, вот я в том числе, они рассчитывают совершенно на другие позиции. Поэтому я сыграл Е6, и после Коин-Ф3, А6, ну Коин-Ф3 партий не было всегда, надо А6, Д4, 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 Д7. Получилась бы позиция, которая входит в мой основной репертор, скажем так. Ну, это в... По-английски это вариант называется Can-Variation, в честь советского, кстати, мастера Ильи Икана, начала 20-го века. И вариант характеризуется тем, что вот в такой вот структуре, вешеный черный, не развивает Коин-Ц6 раньше времени. Здесь некоторые, в общем... В Теории Сицидянгу я уж точно вдаваться подробно не буду, потому что я боюсь себе представить длину данного ролика. Ну да, здесь, видимо, Б5 где-то черный проводится. Ну да, один из основных вот типично Канновских планов, скажем так, что играет сначала на Б5 слон Б7, только потом на К6 и бьют на К6 слоном. В случае разменом на К6. Ну ладно, опять же, ты все-таки пытаешься не заставить что-то сказать, да? Я вот держусь, скажу только что. Не знаю, в общем, мне нравится подпадить этот черный. А проблема вот с прятом ходов заключается в том, что Белый, вот, например, у моего данного спиртника вообще не было даже мысли идти в какую-то открытую Сицидянгу. Он играет в закрытые схемы. Он играет в так называемую атаку в Гран-при. Очень выгодный для Белых, должен сказать, редакции. Потому что, ну, по труду, так скажем, выдающегося российского шахматного автора Николая Королевиченко, известно, что F4, безусловно, дает Белым огромный перевес против шахматиста с рейтингом 1200. Потому что, ну, потому что Шахматист с рейтингом 1300, он же знает, что просто и D5, и черных, все отлично. Ну, и, в общем, никогда не читайте Королевиченко. Конь C3 ход намного интереснее, вот, в плане перехода к этим схемам. Потому что D5 уже не сыграешь. И черные, по сути, не способны помешать улучшенной для Белых версии вот этой атаки Гран-при. Если кого-то интересует это за Белых, то в сети бесплатно гуляют, причем, по-моему, даже не пиратские, а вполне себе, так они и задумывались, как бесплатные ролики сильного английского госмейстера, двухкратного чемпиона Великобритании, Гавейна Джонс. И вот, вот, считают, что Белый здесь перевес, ну, перевеса, наверное, у Белых нет. Например, вот, то, что я сыграл в данной партии достаточно неплохо за черных. Ну, есть другие расстановки. Но суть в том, что все равно это намного лучше, чем то, что рекомендует Калевиченко, потому что D5 здесь теряет все это чувствительно, потому что у Белого-Черных стоит пешка на Е6, которая абсолютно неуместна. Ну да, D5 ты сыграл? D5 я сыграл, да, Конь F3, Конь F6. Конь F6, Е5. Конь F6 ход не единственный, есть еще ход Конь C6. Просто дело в том, что после шестого хода возникла позиция, которая для меня была абсолютно незнакома, одному сперлику... Вообще похоже, как на структуру с французской, но без хода D4. Да, вот сейчас я чуть-чуть подробнее остановлюсь на этом. После шестого хода возникла позиция, которая была для меня абсолютно незнакома, для моего сперлика абсолютно точно знакома. Это, наверное, не очень хорошо говорит о дебютной подготовке человека с рейтингом 2425, если человек с рейтингом 2030, а именно Бернард Шакульский, представляющий Испанию. В общем, если человек на 400 пунктов слабее, обманывает тебя в дебюте на шестом ходу. Как бы это не очень приятно. И я должен сказать, что до сих пор не нашел здесь никакого нормального противорядия. Но в том плане, что я не получил хуже, но это именно то, к чему стремятся играющие Белл на таких позициях. Он соскал Е5, но ход с точки зрения борьбы за дебютный перес единственный. Но здесь я ожидал хода D4. И как раз была бы французская уже. Да, то есть... Тут уже сицилианкой не пахнет. Вообще-то, само по себе, даже это для сицилианцев, скажем так, оно неприятно. Потому что обычно люди, играющие сицилианку, французскую не играют. Но я думаю, что... Я записывал ролики по моим партиям и французской защиты. В общем, я думаю, что некоторые участники нашей группы знают, что большую часть своей карьеры я играл исключительно французскую, ответ на Е4. А человек явно... Ну, все-таки 2.0.30. Я думаю, что у меня были неплохие шансы обмануть его в этих теоретических вариантах. То есть я здесь играл... Я садеку D4, D4, D5. Другое дело, что чаще я все-таки играл Минавера, а эта позиция получается с пристанок проходов вот из вот этого варианта. Е6. Е5, Е6, Е8, Е10, Е4. Е5, Е6. Ну и как-нибудь трудно убедиться, при нами идентичная позиция. Да, один в один. Да. Поэтому я думаю, что мне были бы неплохие шансы на следующей игре. Но опять же там долго теряю, на ней не буду останавливаться. Но если практически играл Ж3, очень интересный ход, кстати говоря. Ну да, он характерен для закрытой сицилянки. Да, но тут какая-то вообще самобытная структура, потому что в закрытой сицилянке, ну вот в староиндийской атаке, скажем так, в разновидности староиндийской атаки, которая получается из сицилянки, обычно белые, во-первых, коня на c3 не ставят, а ставят его на d2, а во-вторых, они ставят пешку на d3, пешку на e4 и оставляют до поры до времени на месте, а коня в sb1 ставят на d2. То есть эта структура, ну скажем так, исключительная. Больше я не могу вспомнить ни одного дебютного варианта, где можно ее получить так быстро. Ну, судя по скорости исполнения хода g3, я, скажем так, я все знал здесь. Не то, что все знал, по крайней мере, я играл такое хотя бы вблизь явно. Я ответил слон e7, сход разумный. Слон h3. Слон h3, и 5 готовит. Кстати, обратите... Да, он пока ничего не готовит, просто обратите внимание на типичный развивающий ход в данной позиции. Но он характерен и для французских структур, закрытых тоже. В том плане, что пока белый ничего не готовит. Просто дело в том, что в любом случае слон на h3 стоит лучше, чем на g2. Обычно ход g3 в большинстве позиций свидетельствуют о том, что белый хотел франкетировать слона, но в данном случае ход слон g2 был бы в некоторой степени бессмысленным. Одна из идей хода слона h3, это то, что в каких-то позициях белые проведут f5. Это правда. То есть, Олег здесь говорит правду. Но, может быть, более важная идея в том, что во многих вариантах черные хотели бы провести либо f6, подрывая центр, ну, в первую очередь, f6, либо f5. Обратите внимание, что когда черные проведут f6, у них зависнет пешка на e6. Причем чаще всего с шахом, потому что король будет стоять на g8. Так или иначе. Таким образом, ход слон h3, помимо атакующих, а действий f5, он во многом такой полезный профилактический ход. Белые в дальнейшем хотят зажать черных на королевском фланге. Ну, то есть, мне было уже немножко неприятно это играть. Я пошел к концу f6, 2-0, а6. Ну, тут разные у черных есть возможности трактовать эту позицию, ну, по сути, все сводится примерно к одному и тому же. А 3, ход такой, скажем так, неочевидный, я, наверное, его белыми не сделал, но вот компьютер его одобряет. То есть, идея в том, что вообще, строго говоря, согласно вот догмам шахматным, не принято двигать пешки на том фланге, на котором ты слабее. А белые, очевидно, слабее, на ферзио фланги, потому что черные сейчас выставят фалангу, ну, что они, собственно, успешно и сделали в партии после B5. Ну, данные позиции как-то непонятно, как этим воспользоваться. То есть, А3, видимо, поменьше, у меня линия ошибка, а может быть, вообще неплохой ход. Дело в том, что после B4 неизбежно вскроется линия А, по линии А черные атаковать не смогут, а вот ладья белых может быть, какую-то функцию куда-то не будет выполнять. Ну, и, в общем, неплохой ход А3. Не могу сказать, что он сильнейший, я, наверное, ферзио фрагу сыграл, ферзио была сыграна в данный момент, ферзио 7, D3. То есть, ходом D3 белые... Так, прошу прощения. Просим прощения за очередные технические трудности, снова вызванные фигардом швейцарским интернетом. Ну, вот, после D3 я остановился на том, что ходом D3 белые ясно дают сопернику понять, что французских структур в данной партии не будет. То есть, представить тебе, что сейчас белые уберут коня, проведут C3 и потом сыграют D4 довольно тяжело, да? Ну, да, скорее всего, они, наверное... Да-да-да, я здесь. Да, что будет, скорее всего? Скорее всего, коня могут повести на E3, что вы опять готовите в 5 какой-то где-то. Да, в общем... Ну, короче, коняк, или на F2 его куда-то. Ну, в общем, коня на C3 как-то стоит нелепо, ничего толком не делает. Ты прав, коня на C3 стоит глуповатый, но у него есть одна функция. Коня на C3 король D4. Когда черные сыграют D4, белые получат наишикарнейшую клетку на E4. Просто доминирующая. Поэтому пока коня на C3 черным D4 не провести так легко. В общем, опровергая все мои рассуждения, я думаю, вы увидите, что через 5 ходов белая пешка будет стоять на D4. так что довольно рано делать выводы. В партии сразу G6 это на самом деле неплохой профилактический ход, направленный против F5. То есть пока непонятно, стоит ли черные маркировать короткую сторону, стоит ли это делать сейчас, может быть, лучше подождать, не ясно. G6 ход хороший, слон D2 FB7. Здесь вот вообще должен сказать, что в моей партии я оценивал некоторые решения самого соперника как несколько странные, а потом при домашней проверке, ну и в том числе с компьютером, оказывалось, что это все солидные, грамотные позиционные ходы. В общем, здесь мой соперник пошел ладья А на С1. Ну, прямо скажем, достаточно загадочный манер. То есть как потом выяснилось, идея в том, что после С3 и Д4 черное будет невыгодно меняться на Д4, потому что ферк на С7 откажется под рентгеном ладья на С1 в каких-то вариантах. В общем, это очень далекая перспектива и далеко не определившаяся. Но ход ладья А на С1 особо ничего не портит. В отличие от моей ладьяной. В общем, мы продолжаем. Вроде на Вейна видимо на короткое интернет наладился. После вот этого загадочного профилактического хода ладья на С1 то есть я здесь объяснял, что видимо идея белая в том, что после С3 и Д4 черным будет невыгодно играть в С2 из-за того, что феркс откажется под рентгеном на С7. В общем, ход ладья А на С1 странный и навряд ли сильнейший. Но вот особенности этой позиции такие, что пока она не вскрылась, белые могут делать по сути что угодно. И они особо не рискуют свою позицию испортить. Так же, как в общем-то и черные. Но тем не менее, вот как бы мои маневры выглядели более натуральными, чем его маневры. Но это все никак не в итоге все равно привело к тому, что белые получили перевес. Вопреки всякой логики. Так что... Может быть, знаешь, Никит, почему он вводя А от С1 сыграл? Ну, да, почему? Не знаю. Может, ему ход конь Д4 не нравился? А, ну да, точно. Это, кстати, была одна из идей. Конь Д4, конь Д4, СД и повис он на С2. Да, на самом деле это была одна из идей. Я даже помню над тем, что вместо сломба 7 я уже раздумывал отходом конь Д4 в этих позициях. Отпугнуло меня от этого хода то, что по-моему А, да, мне не понравилась эта жертва. То есть, если просто пойти Ферзи В2, то размен коней в пользу черных. Конь Д4, Ферзи В3, сломба 7 хорошо. Мне не нравилась вот эта. Ферзи В2 там конь С2. Нет, он Е3, наверное, да, будет? Вот такая вот странная жертва конь А2. И в дальнейшем независимо возьмут эту пешку или не возьмут белые начнут прорезать черные поля. А от пешки Д хоть она лишняя хоть нет, никакого толку нет. В смысле, хоть одна пешка на поле Д и хоть две большой разницы нет. Может быть, даже с одной пешкой было бы лучше некоторых вариантов. Ну, да, видимо, он какой-то он боялся конь Д4. Это право, Олег. В общем, довольно странно, что я об этом думал, но ты об этом вспомнил быстрее, чем я не вспомнил, а подумал. Адрянца 1, конь Д6, конь Д1, ну, конь Д1 как право, от не маневр, конь идет куда-то на более сочные пастбища. А5, и вот тут последовало С3. В общем-то, достаточно невынужденно. С другой стороны, вне зависимости от того, что сейчас черные будут делать, белые поставят Д4. Ну, что-то такое странноватая французская структура. С одной стороны, вроде бы, черные добили существенного прогресса на ферзьем фланге. С другой стороны, при окостенении структуры, белых будет отделять два хода от того, чтобы сыграть G4 и F5 и порвать позицию черных на королевском фланге просто в клочья. Поэтому стратегический риск тут есть и немалый. Мне кажется, что я сыграл неплохо, сыграл на опережение, но перевес это не дало. И мой соперник играл очень изобретательно и очень странно в то же время. Вообще интересно, да. А вот А4 здесь нельзя было сыграть, например? А4 можно было сыграть, но это понимаешь? А после D4 что черный будет? А, то есть структура с этого... Да, если здесь C4 войти, это безнанежная позиция. не, не, зачем? Хотя бы конь А5. А на B5 пешка? А, там на B5 отдаются, да? Да, что-то как-то это подозрительно все будет. Может он C4 зайдет. А может и конь... Не, конь C4, да, кстати, тоже нормально. Да, может быть настолько нормально, что даже D4 не надо сразу играть. Наверное, белые будут продолжать свой маневр. Ну, скорее всего, да. Просто я что-то вот хочу так А4 сыграть и как-то туда как-то это залезть. Ну, правда, я не знаю, что я там буду делать. Можно коня на B3 поставить, просто это типичная история из французской защиты, что коня B3 встает, а толку от него никакого. Ну, да. Так что, не знаю, не знаю, что я хорошо сыграл. Я сыграл C4. Ну, на опережение, да? Да, теперь уже надо играть D4, потому что иначе C4 и все очень плохо. И B4. Ух ты. То есть, порвал терзерфланг белых чуть-чуть раньше, чем они сделали то же самое с моим королевским. Ну, вообще, да. В принципе, инициатива теперь у черных должна быть. И вот тут вот последовало просто тончайшее стратегическое решение на белых. Вадя А1. а что, прикольно. Надя успешку защитил. Да. Ну, вообще, когда ты только что пошел вадя на C1 со странной и никому непонятной причиной, то играть вадя А1 не хочется. И вообще все это выглядит так, что белые вместо того, чтобы проводить свою атаку, ходят вадя сюда-сюда. Сейчас черные побьют на А3, создадут кучу слабостей и поставят коня на А4, коня на Б5 и выиграют. Компьютер, даже компьютер, который всегда любит такие позиции за черных и недооценивает угрозу мата на крыльевском флаге, даже компьютер в этой позиции пишет плюс 0,2. В общем, я... Вадя А1 ход, короче, хороший. Да, первая линия, и белые, видимо, борются за перевес. В общем, я не понимаю, что здесь происходило, какая-то черная магия или нет. Так, ты играл черный, а что у нас доска перевернулась? Ну, я показал всю тонкость хода Ладя А1. Я смотрел БА, потому что надо играть БА, иначе все это было бессмысленно. Ну, да. БА, коня А4. Ну, в принципе, да, залезаем в тело. Здесь последовал еще один тончайший ход за белых. Я вообще, конечно, смотрел, и тот поражался даже во время партии. А что, красиво играет человек? Владя А2. Красиво играет человек. Нигде не дает ход коня Б2, чтобы на Д3 повезти? не дает коня на Д3 повезти, но... Ну, так-то все в воде выглядит просто, но... тонкие маневры, ничего не скажешь. Прямо в стиле Петросянова. Он любил такие структуры играть за оба цвета. Ну да, я бы здесь сыграл за черных, например, слон А6 и Владя Б8. Но это я бы. Да нет, ты знаешь, я, не странно, тоже все делал нормально, до порой до времени. Я... Ну, Ладья А6, Владя Б8 одну фигуру мы активизировали, а все остальные стоят глупо в итоге. Коня А6 стоит глупо, слон на А6 стоит глупо. Я пошел Коня А7, и в итоге тоже Владя на Б8 идет, но Коня Б5 работает, да, на А3 да. Конь, возможно, Б5 пойдет, и слон на А6, он тоже глуп, но он менее удален от королевского фланга в вариантах, и он защищает Коня на А4. Ну, в общем, мне кажется, моя перестойка по городу. Коня А7 я прошел. Тут последовала еще одна избыточная защита всех этих пунктов, ферзь Е1. Да. А идея понятна в чем, потому что на Конь Б5 теперь слон С1 будет. Да, все верно. Олег, видимо, тоже близки все эти валевы. Я не люблю такую тесноту, но просто когда приходится защищаться, то видно, что это защищено. На А3 защищено много раз, на Ц3 защищено много раз, что будут делать черные непонятно. Дальше. Белые по-прежнему же 4 и 5 хотят. И по-прежнему черные непонятно, как легко этому воспитаться. В общем, я вместо Конь Б5 пошел С6. Конь Е3. Ну и, наверное, вот это вот тот самый момент, где я все-таки ошибся. Видимо, до этого момента поддерживалось какое-то динамическое равновесие. Надо было... Кубик 5, наверное, надо было, да, ходить? Кубик 5... Кубик 5. Что мне не нравилось на Конь Б5? Ну, Ж4, наверное, уже. А, на Конь Б5 одна из причин, почему я так не пошел, потому что черные не хотят взять на А3. В смысле, если они возьмут, то получат ферзь А1. Еще один смертный вход, а ферзь Е1. И все эти фигуры отвалятся, да. Помимо фигуры еще и черные поля. То есть белые, наверное, пошли в Ж4 и продолжили свой план проводить. Здесь надо было, по-моему, играть в ЛДБ 8. Компьютеру здесь особо тоже не... Потому что компьютеры начинают стряться в показаниях вообще. Но вот по-человечески ЛДБ 8, ЛДБ 3 выглядит грамотно. Ну да, и потом Конь Б5. Потом Конь Б5. Ну, чтобы хоть какая-то игра. Я не удивлюсь, если белые со своей игрой Ж4 есть, а все равно окажутся быстрее, но надо было так играть. Мне казалось, что я поступлю довольно умно, если здесь сыграю Х5 и Ж4 теперь сразу не проведешь, я бы почему-то в этой позиции не рассматривал ничего лучше, чем Слон Ж2, потом Х3, потом Ж4. Что, в общем-то, типично для этих позиций. А, Ж4 предотвратил, но, я так понимаю, противник здесь рванул. Да, и дело в том, что противник еще грамотно усыпил бдительность, потому что, когда за последние четыре хода ты сыграл ладья А1, ладья А2 и версия А1, то вот в этой позиции Ф5 как-то... Я видел эту жертву, но я решил, что это не может работать без расчета. И вот это оказалось серьезной ошибкой. Красиво. Красиво, и эта партия вообще она меня до сих пор поражает своей какой-то иррациональностью. не в плане там осложнения, а в плане того, что белые делают все неправильно. Сначала вместо того, чтобы атаковать и играть на переживании, всеми фигурами уходят в защиту и потом атакуют, прорывают центр при ладье, стоящей на А2. Ну, в общем, пойти, все это не должно работать, но это работает. Да, ну потому что ладья А2 после С1 еще при случае на Ф2 прискочит. Да, она на самом деле работает. Ладья А2 как раз очень хорошо работает. Ладья А2 работает только в плане защиты своих слабостей. Ни в каком варианте переход на Ф2 не сработает, потому что просто С1 сюда будет конь Б5 и пешка зависнет. В общем, белые атакуют без ладьи, и мало того, что они атакуют без ладьи, они до этого потратили 3 хода, чтобы завести эту ручу на А2. Ну и у белых чувствительный перевес, а после 2-х я сыграл, он стал еще более неприятным в том плане, что у меня оставалось 10 минут на 18 ходов до контроля. То есть уже такое прицепнотное состояние, скажем так. Но терпеть пешку на Ф5 нельзя, пришлось брать слон Ф5, разумеется. Дело не в жертве пешке, а в жертве фигуры. Ну и вот тут вот возможно еще одна ошибка с моей стороны. Но дело в том, что... Еев не надо было играть, да? Нет, может быть и надо было, но не в цветноте. Я все никак не мог отделаться от ощущения неподкрепленного никакими вариантами. Вот никогда так не делайте. Что все это не солидно. Что он уже отдал белопола и по белым полям от защищаюсь как раз такой ладьей на А2 и вообще с непонятной какими перспективами атаки у белых. Компьютер показывает здесь красивую идею за меня, которая не факт, что все равно уравнивала, но так стоило сыграть. Ладья Б8 пока не менее ради психологического воздействия. Солнце 2 и вот это вот я оценивал как неприятные для черных изменения, потому что тебе в пешке всем легко привязываться. Ну и ладья Б3 здесь. Вообще строго говоря ничего не дает по сути. Потому что понятно, что белые не будут брать это качество. Дрек? Угу. Да-да, у меня периодически возникает ощущение, что ты пропадаешь. Не-не, нормально все. Ну вот, белые не будут брать ладью. Белые продолжат с каким-нибудь там своим медленным планом конж-2 например, потом с лунж-2 конж-4. В общем, некомфортная позиция у черных. Пешку на А3 съесть можно, даже в каких-то вариантах можно, и там не потеряется ничего. Потому что, например, ладья А3, ладья А3, слава А3, а один ферзь Е7 есть ход. Но белые просто наблюют на эту пешку, и пока эта пешка опять какую-то угрозу из себя блюют представлять, белые уже дадут мат там. В общем, я не знаю, то ли ЕФ это ошибка, то ли наоборот ЕФ это способ под обоюдный цепот перевести позицию из стратегически неприятный, хотя бы в какой-то где есть контр-шанс тактически, но не знаю. В общем, дело даже не в том, хороший ход или плохой, а в том, что я неадекватно оценивал позицию. И я считал, что в данной ситуации у меня и должен отбиваться. Я действительно отбиваюсь, но только на равенство и единственными ходами. КОНЕ Ф5, и вот тут настигло озарение у меня, что оказывается, что все плохо. В общем, это довольно странно, что СЛОНЕ Ф5, ЕФ, я думаю, что все хорошо, соперник делает ход КОНЕ Ф5, абсолютно единственный, естественный, вообще, ну очевидный. И только тут я понимаю, что оказывается, мол, все плохо. Ну, а если конкретные иметь нюансы, иметь конкретные нюансы, то я ожидал, что может я сограю ФСД7 и отобьюсь как-то. Ну не то, что я считал какие-то варианты реально, но... Вот согласись... Е6 же ты чок. Е6, да. И ничего сложного на самом деле. То есть Е6 нельзя из-за КОНЕ Ж7, а если ФЕ, то КОНЕ Е5. Да, КОНЕ Е5 или КОНЕ Ж7, КОНЕ Е6, потом КОНЕ Е5. В общем, в белом здесь никакая личная фигура не поможет. Потому что внезапно белые играют без Влади, а черные играют без всех фигур. Без КОНЕ А4, СЛОНЯ САЦЕ6, КОНЕ А7, Влади А8. Все эти фигуры они играют. Как бы отдуло Дюна А2 это не компенсирует. Ну, я увидел, конечно, тычок Е6, ФЕ, Д7 не пошел. Ну, кстати, ладно, давай же подведем какие-нибудь варианты. А то мы ни одного варианта в этой партии не провели. Зрители подумают, что я обленился в КОНЕ. Ну, хорошо, но ФЕ6 нельзя играть из-за КОНЕ Ж7. Да, на самом деле я не показываю варианты, потому что вот до этого момента партия была в основном стратегического толка. ФЕ6 нельзя сыграть из-за КОНЕ Ж7. С выигрышным ферзья. Ну, терпеть фешку на Е6 абсолютно невозможно. Чтобы побьют на Ф7, КОНЕ зайдет на Е5, но... Я не знаю, что сказать. Сразу, сразу, конечно. Надо брать на Е6. КОНЕ Е5. Ну, наверное, КОНЕ Е5 проще, да. Ну, и ФЕРСПОГОРОМ. А что делать-то? КОНЕ Е5, что делать? Все, крой его уже. Можно получить кооперативный мат. Нет, ну, КОНЕ всегда мат. Это еще Д8. А если куда отходить? Ну, ладно, БАСИН отходить у него. На БАСИН. КОНЕ ЖЕ7 шаг. Да. Ну, и я думаю, что самое простое, это сыграть на Е6. КОНЕ Е6 шаг, наверное. КОНЕ Е7, КОНЕ Е7 тоже побеждает, но я думаю, что самое простое. А, КОНЕ Е7, спокойно отходят, и вот здесь уже совсем все нехорошо. Ну, да. То есть, неожиданно, позиция черных из какой-то гармоничной, которая будет способствовала проведению какого-то плана, превратилась, ну, поскольку у нас серьезный ролик, я не буду применять вот это свое выражение, которое использовано вроде как с Кириллом, очень хочется, потому что ладья на H8, вот это вот, что, что вот это вот вообще? Невероятно, как быстро. Красиво конями так прорвались. Да, то есть, черных просто раскидало по углам. Не знаю, как это произошло. К счастью, Е6 я увидел, 3D7 не сыграл, сделал единственный ход, ну, единственный ход, ход по первой линии 3-0. Если черные вообще ничего не делают, то у белых, помимо всего прочего, еще конь d6 из угрозы. С выигрышной. То есть, надо убегать королем, я продумался много времени, пытался найти хоть какую-то альтернативу, но все ужасно, то есть, надо убегать королем. И здесь компьютер утверждает, что надо было белым умерить свои амбиции, побить на e7. И сыграть с лун g5, да? Сыграть с лун g5. Побить на d8. И вот эту позицию компьютер оценивает как четыре десятых пешки в пользу белых. Конь g5, потому что еще есть ход. Да, конь g5, но как-то это все должно держаться. Вообще, я видел это во время партии, во время партии... А как держать? Конь g5. Да, компьютер по-моему считает, что надо допускать нечто совсем странное. А, подожди, может быть... Сейчас, секунду. А, вспомнил. Надо играть так. Я это видел даже. И теперь играть так. Ну, это все довольно, опять же, уныло выглядит, но компьютеры считают, что белые сразу не прорывают почему-то. Я в м-партии думал, что в какой-то момент обязательно белые сыграют ладья F2, E6, в какой-то комбинации и все это, вся эта трухлявая конструкция развалится. Ну да, ладья F2, E6, и как, что делается? Основная идея защиты черных здесь в том, что после E6 черный холл набьют. И как ни странно, вроде бы это должно держаться. Ну, Нет, король у них ужаснее. Я уверен, Олег, что если мы сейчас в быстром темпе продолжим играть эту позицию, то есть ты белый, я черный, то я развалюсь и там быстро развалюсь. Ну, компьютеры удерживают поэтому. Ну, компы, да, это такие чудовища. Ну, в общем, мой соперник, видимо, решил либо добить меня сразу, либо он увидел, может быть, он увидел эту идею и увидел, что он сразу не пробивает, и решил, что он, не знаю, минус 400 пунктов рейтинга, может быть, я буду более цепко защищаться как-то и отобьюсь, и реализую мотивацию. Ага, Е6 пошел. Е6 тоже неплохой уход. Ф6, ну, понятно, да, что коня на Е5 не пустится. Да, Ф6 ход строго единственный, иначе, ну, нельзя позволить скрыть линии. Слон Ф4 правильно, ФСБ7. И тут вот пошли, ну, для первых, я должен оправдаться и сказать, что, как вы не видите, в данный момент 26 ход, контроль был на 40, то есть 30 минут добавлялось после 40 хода. До контроля здесь было еще страдать и страдать в этой позиции. У нас в обоих было меньше 5 минут. Я, к сожалению, не помню, сколько у каждого из нас было, но, по сути, это не так уж и важно. Суть в том, что в обоих это был сильный цветнов. И тут... Кажется, надо было... А, нет. Ну, как раз... Тут на самом деле... Тут на самом деле ладиативный нормальный ход, и... Это тяжело поверить, но черные уже отбились. То есть, это уже шесть десяток в пользу черных. Белые, видимо, не способны нарастить давление решающим образом. И просто я в этой парте совершил еще одну ошибку очень грубую под среднод. Поэтому партия снова осложнилась. Ладья один ход нормальный, не хуже, не лучше, чем другие. Хоть бы 5. Ладья бы 1. И вот тут вот надо было сделать ход, который, вообще говоря, на первый взгляд, довольно сложный. Но, что обидно, вот как бы, то, что я его видел, и я собирался его делать. Более того, я настолько собирался его делать, что я уже замасивался рукой туда. А потом я решил, а почему бы мне себя не обезопасить, и не пойти ферзо 7. Но, кстати, вот маленькую... Надо было конь бьет с 3, да, играть смело? Нет, конь с 3 нельзя было почему-то играть. А, потому что, потому что, кстати, красивый вариант, спасибо, что упомянул конь с 3. Упс. Ух ты, красиво. Да, ну, это видел. Я видел здесь правильную защиту за черных. Кстати, вот упражнение, можно, извиняюсь, можно проводить, За черных, защиту? Да, здесь два входа точно держат позицию, но из них один идейнее, чем другой, и я видел именно этот. Да. Мой ход тоже выглядит идейно, и я думаю, что были некоторые шансы, что его предложишь, но я думаю, что ты видишь нотацию, видишь, что последовало после моего хода. Поэтому, он отпадает, скажем так. Ну, можно тогда ферзо 6, а, нет, ферзо 6 нельзя, и закон есть, и так, подожди, а как же тогда? Не вижу, Никит. Ну, ладно, не буду тебя мучить, и заодно наших зрителей не буду мучить. Не вижу. Ход такой, я даже не знаю, это и не тактика, и не стратегия, в общем, это, ну, наверное, ближе к тактике, потому что чистая конкретика, и надо, в общем, ход такой, опять же, избыточная защита. Надо было сыграть ладья H7. Ага. Выглядит, согласись, непросто. Все висит, и мы делаем ход ладья H7. Ага. Обидно то, что я видел этот ход, и я собирался его делать. И у белых нет способа продолжить атаку нормального. Еще одна идея здесь, то, что когда белые приведут коня на G6, такая вроде бы неплохая задумка, да? Черные просто упрутся второй ладьей в этого слона. То есть, белые могут все, всех коней поменять, то есть, на ладьи, но у черных просто все равно останется больше материала. Ну, то есть, ладья H8, одну ладью съели, а вторая остается. И у черных две фигуры за ладью, и атаковать белым уже нечем. А вот эти все пешки начнут обсыпаться. Я почти уже так сыграл, и тут решил, что мало ли что, ладья напротив ферзя, ну, типичный циклотный бет, короче, почему бы я не обезопасить себя. Пошел ферзь А7. А, и пропустил АДБ5, да? Да, и тут через 5 секунд где-то последовал хок ВДБ5. Ну, согласись, неприятный удар с двумя минутами на 11 ходов. Ну да, а слон Б5? Надо брать ферзь Б1. Ферзь Б1. Ну, дальнейшая часть партии довольно тяжело комментировать, потому что мы тут оба ударились в панику. Абсолютно тяжело. Эта позиция все еще... В конце 3, да, это единственное видение. Да, в конце 3 надо играть. Эта позиция все еще держалась за черных. Ну, комфортно держалась, это равенство. После несложного хода слон А3, который мой соперник видел, а я нет. А, он так сказал, да, после партии? Да. Ну, с другой стороны, потом мой соперник конь что-то не увидел, а я увидел, так что... А, слон А3, конь, значит, если слон конь А3, то конь Е2. Если брать тут, то черные консолидируются. Слон Б4, видимо. Да, если брать тут, надо брать тут на А3. То вот это вот... Тогда шах и выбиваем этого ужасного слона на Ф4. Да, и все равно это неприятно. Мой соперник считал, что у него чуть ли не про грана белая, на самом деле скорее белыми здесь проще играть. Потому что черные избавились от главного защитника своих полей тоже. А, первая кратит конь Д6 шах. Да, да кратит тут много что грозит. Сейчас С7 надо играть и это держится, видимо. На Е7, на Е7 на Е7. На роды его выглядит, должен сказать. Да. На Ладя Е1, на Е8. Вроде белые сразу не пробивают. Тоже не фунт изюм, честно говоря. Свойный шарфер. Я слона А3 вообще не видел. Я пошел по второй линии, но она намного слабее. Но она намного веселее в то же время, кстати. Я сыграл Ладя Е8, Терс С3 и тут почти безнадежно, потому что Ладя идет на Б1 и все начинает прорисать. Правильно? Ну и я нашел красивую идею. И, кстати, единственное, которое позволяет не прократь сразу, Король Б7, Ладя Б1, Король Ц6. По стейницу. То есть, Король активная фигура и должен сам себя защищать. Ну да. Ну, вообще говоря, не от хорошей жизни, конечно, но вот Дима Алисимов недавно записывал ролик насчет того, что не надо сдаваться в плохих позициях и так далее, надо ставить проблемы. Во-первых, эта позиция не настолько плохая, как ни странно, несмотря на все мои усилия по ее порче. Это плюс 1 по компьютеру после единственного хода за белых. Но, правда, должен сказать, что плюс 1 довольно чувствительный и он очень легко переходит в больший перевес за белых. И ход-то, строго говоря, несложный. Надо было срать конеч 4. Это идея во многих варианрах там проходит, да. Ну и мне какой-то очень-очень уродливый маневр, здесь надо было найти, чтобы не проиграть сразу. Даже не помню, какой. Да, вообще здесь позиция белых хуже явно. Вообще, у белых АКС лучше, у черных хуже. Ой, ну в смысле, да, у черных. Да, да. Потому что белые как-то активизируется, король их полной безопасности, а вот король черных гуляет. Вообще, хочется сдаться. Честно говоря, первый раз за обе партии включу сейчас движок на несколько секунд. Просто проверить, как здесь загнуть возраст. А, вот, слон А4, оказывается, надо пойти. нам ставят мат на королевском фланге, а мы играем слон А4. Конечно, да. Не, ну это, конечно, жестоко. И в чем идея, интересно? Да ни в чем, просто компьютер, наверное, не досчитывает. Да, не исключено, но нет, если вам показать слон А4, в чем-то идея здесь все-таки. Так, что-то идея, идея особо не видно. Да нет, ну, грамма здесь. Слон Д6. Вообще, кстати, неплохая идея, потому что вот это может удержаться, как ни странно. Потому что Е7 надо играть, и вот эта позиция, наверное, держится, потому что белые исчерпали атакующие ресурсы от части, по крайней мере. Ну, шансов, что я нашел бы это в Цейтноте, прямо скажем, процентов 10. И даже здесь, после Ладья И1, ну, компьютер сейчас показывает, а вы не видите, Ладья И1, видимо, близко к выиграну за белых. Да. Ну, здесь пришло бы нам обоим напрягаться очень сильно, но мне намного сильнее, потому что защищаться всегда тяжелее. Ну, дальше наступил Цейтнот. Ну, ну, Цейтнот наступил давно, иначе бы не было бы этих кошмарных зевков. Ну, я ошибся предпоследний, к счастью. Здесь последовал лон А4. Ну, в принципе, это такой водичный, вскрытие линии. Логичный. Вскрытие линии А, кстати. Даже не этой линии, а вот он планировал переключиться на пешку А5. А он с Ломбой 4 зевнул. Зевнул с Ломбой 4, А, и зевнул. И на А5-то не висит больше. Да, ну, даже, вообще, он даже здесь выглядит очень оптимистично, потому что кажется, что все хорошо. Даже здесь. Ну, потому что пешку отдали, не самый важный. Ферзь Е3, король все равно ужасный. На самом деле, у Черного здесь уже выиграна. После ресурса, который я видел и даже исполнил, на самом деле. Солнце 2. Я здесь, ну, я ожидал хода Е7. Если взять пешку, здесь ферзь вторгается, и белые побеждают легко. Ну, к счастью, на чистой геометрии здесь находится у Черных ресурсов. Он одновременно спасающий и выигрывающий. Это слон Ф5. ЕД, конь, например. А Д8. Удивительно, у белых нет полей вторжения. Ничего нет. Вообще. Вообще ничего нет. Солнце встанет на Е4, и пешки черных пойдут в ферзи. Это, вот, удивительно, да? Та позиция плюс один с чем-то. Казалось бы, там белые матуют. Здесь черные никого не матуют. У них по-прежнему слабый король и всего лишь там две лишние пешки. Минус 4. Почему? Непонятно. Ну, а в партии мой соперник увидел эту штуку. там за две секунды до плачка сыграл хоть G7. А, сдевнул просто чистого коня. Ну, да. И здесь сдался. Ну, бывают и такие партии. во-первых, попрошу отметить очень вдохновенный игру моего соперника, на самом деле. Особенно до тех пор, пока сложнее не наступили. То есть, очевидно, сильнейшая сторона данного шахматиста это позиционное маневрирование. Вот эти вот все ладья, ладья c1, потом ладья а1, ладья а2, конечно, большое впечатление производят. Ну, собственно, и взрыв f5 в нужный момент тоже надо отметить. В общем, мой соперник играл хорошо, я играл плохо, я выиграл. Не очень справедливо. Ну, такое бывает. Я замечал, это бывало со мной, когда я уступал в рейтинге соперникам серьезно. Почему-то, не знаю. Видимо, этот рейтинг, это не просто число, каким-то образом психологически воздействует на соперника. То есть, будь у него 2.400, я думаю, он бы меня дожал в этой позиции. Ну, я не знаю, в чем дело. Ну, да, самый серьезный курьез, я помню, партия, это ведущий гроссмейстеров, это Иванчук Домингес. Где показания движка были плюс 21 в пользу Иванчука, а он, чтобы не проиграть, короче, ну, сделал ничью вечным шахом. А, Домингес, он фиксировал победу в турнире на Кубе, там немножко другая ситуация была. Есть курьезный случай свежий, Накамура, Накамура Карлсон, когда Накамура проиграл позицию плюс 10, как угодно выигрывающийся. А, да, 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 где атака там была прямая на короля. Да, и все уже думали, что вот, ну, 0-10, этот момент Накамура проигрывал по личным встречам Карлсону, все думали, что неужели, но эта победа случится. Ну, и все-таки не судьба. Видимо, Накамура никогда Карлсону не обыграет. Это уже психология, опять же. от судьбы не уйдешь. Ну, кстати говоря, вот моя партия не настолько экстремальная, никаких плюс 10 от их поминей не было. То есть, мы зевали далеко не так грубо, как люди с рейтингами 2,800. Ну, Ну, достаточно интересная партия, конечно. Да, много адми, много больше ошибок, чем в первой, и такой красивой геометрии нет, но все равно, там и стратегическая часть любопытная, и осложнения были в какой-то момент. Смотреть можно. В общем, всем, кто дотерпел до данного момента снова, снова спасибо за внимание. Мы продолжим записывать эту серию видео по моим турнирам. Еще 12 партий всего лишь осталось. Так что, все впереди. С вами были Олег Словако и Никита Петров. Всем спасибо за внимание. Да, всем пока.